Всем огромный привет! У нас с вами очередной влог. Мы его начнем вот так. Знакомьтесь, это бананы. Бананы, знакомьтесь, мои зрители. Шутка! В общем, купили мы бананы, купили мы йогурт. Это для завтрака. Плюс в Аква и Сапоне я себе решила... Взяла я свой скрабик от Геомар. Я очень их скрабы люблю. Маникюр я до сих пор не сделала. Ступни и позор. В общем, это скраб талас. Взяла вот такую вот мочалочку. Только потом поняла, что вы внутрь можете вложить мыло. Я вам сейчас покажу. Я выбирала между рукавичкой, которая скрабирующая, и между этой мочалкой. Потому что я свою мочалку здесь, точнее, рукавичку порвала. Вот, видите? Туда внутрь можно положить мыло. Бутылочку масла. Это масло мандала. То есть это миндальное, стопроцентное масло. Есть просто хороший объем 250 мл. Это стекло темное. Поэтому я взяла вот такую бутылочку. Там были бутылочки поменьше. Просто пластиковые, светлые. И я решила взять именно вот это. В общем, попробуем. Масло. Оно есть масло. Я, в принципе, миндальное масло очень люблю. Я им и макияж снимаю. Оно и для волос, и для лица, и для тела. Поэтому я взяла. Тем более здесь 250 мл. Я хотела масло корритела. Там всего, по-моему, мл. 60. И, в общем, я решила, ладно, пока возьму вот это. А потом посмотрим. Вот. И по чуть-чуть я уже начинаю покупать. И собираться, в общем, в роддом, одним словом. Мы сегодня тоже много чего присмотрели. Но купила я пока только ночнушку за 30 евро. В общем, марка называется таким вот образом. И, на самом деле, все, что мы смотрели, было настолько, извиняюсь, бабское, что это единственное, что я нашла более-менее такое, знаете, на девушку, а не на бабушку. Или на взрослую женщину, скажем так. В общем, серенькая. Хлопок с коротким рукавом. Смотрится она, в принципе, точно так же, как на модели. Есть кармашки. Понизу окантовка идет кружева. Серая, непрозрачная, что мне нравится. Потому что все остальное, что я смотрела, белый, приятный цвет. Вот так оно светит руки. Я представляю, как оно будет просвечивать нижнее белье. Поэтому я взяла пока что одну. По словам, мне, на день рождения, должны подарить еще одну. Плюс халат. И халат, кстати, мне ни один сегодня не понравился. Поэтому я так думаю, что больше именно для себя из одежды я ничего брать не буду. Кроме, наверное, каких-нибудь тапочек и тапочек для душа. Вот. Так что, да, потихонечку начинаются мои сборы. Потом покажу. Кстати, здесь вот... В общем, сижу я в машине с большим количеством хлеба. С перемолотыми сухарями. Жду своего. Погода просто обалденная. Я сучусь, что вчера был такой дубак. А где фокус? Вот. В общем, я жду своего, пока он купит воду. Маленькие двухэтажные домики, пошарпанные. Сицилия есть Сицилия. Ну, я не знаю, я пока кайфую. Чтобы идти дальше, посмотрим. А еще я вам покажу хаос в моей маленькой сумке. И покажу кольца. Что мы купим? Аморе. Дай мне. Это просчута? Еда. В общем, надо вам показать попозже кольца, потому что у нас через пару дней свадьба. Я вам попозже их покажу. Идем? Да. Ай, компрати туту? А? Морседельно. Морседельно? Морседельно. 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 Да, я не знаю. Хорошо. В процессе маникюра. Такие вот у меня сахарные розовые пальчики получаются. Очень я люблю этот лак от марки Иллюзор. Это лак песочный в номере 6392. Вспышка засвечивает. В общем, не очень долго он держится. Единственный его косяк. Но он очень аккуратно и нежно смотрится. Это в два слоя. В принципе, я с ним делала и френч маникюры, и при помощи губки. Очень хорошо он смотрится. В общем, маникюр на свадьбу у меня собственными руками. Вот. Колечки вот такие. Мы взяли это серебро с бриллиантиком по центру. Я терпеть не могу золото. Это вообще не мой металл. И мой мужчина тоже золото не любит. Поэтому мы взяли серебряный, тоненький, изящный, с камушком по центру. И, в общем, я осталась очень довольна-довольна и маникюром, и колечком. И маникюром, и колечком. В общем, не знаю. Мне прям очень нравится. Очень нежненько. Маникюр уже. Чем хорош песочный лак, тем, что сохнет он очень и очень быстро. Ну что, всем доброе утро. Доброе страшное утро. Да, у нас сегодня воскресенье. У нас сегодня целая ночь шел дождь. И, конечно, настроение не очень. Но я надеюсь, что завтра, когда у нас будет роспись, дождей не будет. Вот. В общем, я начинаю потихоньку подготавливать себе. Я уже покрасила бровки, покрасила ресницы. Обыкновенной краской от марки Recolor. Коричневый цвет. Я с собой еще ее летом привозила. Ее не хватит, мне кажется, на года. На лице у меня маска от марки... Клинианс Детокс. Ну, вот она, собственно говоря, пляночная. Но, если честно, нифига она не чистит. Поэтому я, как правило, перед ней наношу какой-нибудь скраб. И потом уношу эту маску. В принципе, она неплохо снимается. Хотя не всегда. Но, если честно, фигня фигней. Взяла только потому, что она не на одном примене. То есть она закручивается. Вы можете ее много раз применять. Здесь 20 мл. Но, если честно, вообще ничего не делает. И с кожей моего мужчины вообще ничего. С моей еще кое-что вытягивает. Но его не очень. Поэтому, собственно говоря, вот. Да, так что не пугайтесь. Мы сейчас начинаем снимать брови. Снимать. Стирать брови. Вот. И еще хочу покрасить сегодня волосы. Это я уже сделаю после обеда. Я купила еще один цвет. Я купила цвет более медный. Блондин. И смешаю с золотым. И покрашу сегодня волосы. Остатки это сейчас тоником доснимаю. В общем, бровки у меня не одинаковые. Потому что, когда Катя была маленькая, она очень любила различные углы. И я себе бровь разбила в угол кровати. Поэтому у меня сейчас волосы неравнолюно как бы растут. Но все равно она немножко другой формы. Здесь виден шрам. Еще я в детстве разбивала себе ухо на две части. Раскраивала. Я в прятки играла. Так что, да. Я тут еще. Самосадист. Нанесу самое обыкновенное миндальное масло. Я на самом деле после покраски всегда это делаю. В принципе, так же, как и на ресницы. У меня нет проблем с тем, чтобы отрастить. У меня так жестянуло лицо. У меня нет проблем, чтобы отрастить те же самые брови. И вообще, в принципе, никогда я до состояния ниточек не выщипывала. Поэтому спасибо моей генетике. Маме, папе, не знаю, от кого мне это досталось. Но ресницы с бровями у меня никогда в жизни вообще не было проблем. Слава тебе, Господи. Единственный момент, они у меня светлющие. Потому что, в принципе, я такая более ближе к блондинке. То есть, мой цвет натуральный пепельный, пепельно-русый. Но подкрасить и будет ничего. Вот. Так что. Я очень хочу, чтобы моему мелкому достались мои глаза и мои длиннющие ресницы. Это будет, конечно, вообще круче. Но это называется мамкины мечты. Посмотрим, сбудутся ли мамкины мечты. Вот. Здесь немножко отсвечат. Кажется, что вот эта бровь потемнее. На самом деле нет. Они абсолютно одинаковые. Просто здесь у меня окно. Относительно окно. Мне кажется, перестало идти дождь. Так. В общем, маска еще чуть-чуть. И можно будет ее снимать. Ну, хотя бы немножко она почистит. И мне уже будет неплохо. В общем, да. Бровки вот мы сделали. Волоси нужно будет покрасить. Ну и раз у нас такое дело касаемо бьюти-влога, покажу вам свой макияж. На самом деле это все, что у меня есть. И это все, что мне нужно. Потому что я, в принципе, не бьюти-маньяк касаемо макияжа. У меня вообще по минимуму. И сейчас мы едем на воскресный обед. Вот. Поэтому, в общем, что я сделала. На самом деле из консилеров у меня вот этот вот от французской аптечной марки SVR. Это линейка Topiolis. Это консилер плюс уход. Это CC консилер. И он с SPF 20. Я его использовала все прошлое лето. И здесь у меня еще немножко осталось. Но если его использовать в холодную погоду, либо весной, либо осенью, нужна база. То есть вот соло его как уход и консилер лично моим глазам он не подходит. Поэтому я наношу на крем. Ну, крем я наношу. Потом промакиваю салфеткой. И потом я уже наношу этот консилер. Вот этот вот от Faberlic, если честно, вообще не айс. Он полупрозрачный. Поэтому я могу какой-то просто напрыщик нанести. А потом сверху пудру. Тоналку я сейчас не использую. У меня идет пудра. Это Steymat от Rimmel. Я люблю эти пудры. Но здесь в магазине не было моего оттенка. Я взяла чуть-чуть потемнее. Это шестой оттенок. Теплый беж. В общем, в принципе, неплохо. Далее. Вот такая у меня минеральная пудра от Benicose. Осталась с лета. Это тоже довольно темный оттенок. Потому что покупала я для лета. И это тоже medium беж. Поэтому я их, в принципе, смешиваю. Из-за бронзера. И это первый, наверное, в моей жизни бронзер. Это минеральная марка Inica. Довольно дорогая. Я брала миниатюрный набор из миниатюр. И вот пудра, точнее, тональная основа в виде пудры. И вот этот вот бронзер понравились мне больше всего. Это оттенок Sun Kissed. И он такой с небольшим шиммером. И в качестве хайлайтера и румян вот такая вот штучка. Я больше всего использую вот этот вот оттенок. Это у нас Лаура Гейлер. Как она правильно читается, не знаю. И это была запеченная коллекция. Вот. Весь мой макияж. Поскольку брови я покрасила, ресницы покрасила. Ресницы тушь украсить я не стала. Только лицо немножко. И, в принципе, все. Так что мы поехали кушать. И всем хорошего дня.